Друзья, вышел новый BigFuck, в котором всякие изменения, в том числе достаточно big Иногда фак, потому что к факу опять нужен фак, народ не очень понимает, что там в чатике капитанов российского комьюнити Сотни сообщений и к единому мнению до сих пор не пришли, об этом тоже расскажем Смотрите, короче, BigFuck включает в себя много факов, не для всех фракций, правда И сам он тоже, как бы, есть фак к рулбуку, но есть отдельный BigFuck, который, значит, содержит отдельное правило Мы начнем, собственно, с самого BigFuck, вот этого отдельного Что он, с чего начинается? Во-первых, те правила, которые у нас были типа БТА в прошлом, здесь они типа финальную форму приняли Например, BattleBrothers, как вы помните, значит, у нас нельзя было просто одним кейвордом Кейвордом, вернее, как, один кейворд должен быть общий у армии Но за них не считается Империум, Кеос, Айльдари, Инари, Тиранины Вот, это не касается Network, Fortification Network Да, но стоит, короче, здесь отметить, уже вот это самое такое факт, на что нужен был бы Потому что вординг такой, что у вас должно, значит, во всех детачментах вашей Battleforge армии Значит, ну вот, не должно объединение идти по этому кейворду И, как бы, вопрос в том, что как это считать? Если у вас возник вопрос, поясню, в чем прикол Это относится ко всей армии в целиком или к детачментам в частности отдельным? Потому что, как бы, некоторые считают, что это работает на всю армию Но больше, по-моему, народу считают, что это все-таки работает именно на детачментах Ну, вроде как в детачментах вашей Battleforge армии, юниты должны иметь один кейворд Да, то есть, вроде как это работает именно на детачменты То есть, это, ну, тогда это нововведение, конечно, ну, такое себе Потому что для большинства фракций это не меняет ничего Ну, то есть, типа, ты как, например, по кейворду Нургл мог объединиться там, это ладно Но, например, типа, что тебе мешает взять детачмент там демонов и детачмент там тысячников Ничего, потому что, или там детачмент там эгэшников и детачмент маров там Ничего, потому что, типа, у них в детачменте только, значит, свои там кейворды Это тупо, вот если бы это работало на, как бы, всю фракцию, соответственно, на весь твой Battleforge армию Вот тогда бы это могло сильно поменять вообще картину Жестко у нас стали бы, эти, армии одного кодекса Это прям, да Ну, и плюс тогда не совсем понятно, так они, там раньше было много исключений, помнишь, прописанных А они сейчас, по-моему, пропали Про ассасинов, например Короче, давайте не будем вспомнить, как было Да Важно, что вот сейчас как, чтобы не путаться Ну, то есть, например, как быть ассасином И получается, сейчас нету исключений, соответственно, для этого Как было, все-таки, ну, я говорю, надо говорить, как было в бета-версии Там были исключения для фракций Тут, типа, этих исключений нет Может быть, конечно, ГВ, единственное, что я сейчас задумался на сайте Все еще висит Бигфак первый То есть, типа, возможно, вы можете использовать тот и другой разом Но, типа, это что-то уж совсем сложно становится А так, получается, ну, некоторым это как-то сложно становится Короче, непонятно Лучше, короче, просто вот это прям пофатч Ладно, все остальное хотя бы понятно Далее Психик фокус Собственно, уже все это было В финальной форме Как у нас Соответственно, вы не можете кастить Более одного одинакового спила Как и было И смайты увеличиваются на один С каждым следующим, независимо от того, он у вас получился или нет С попыткой каждого С каждой с попыткой коста Но это не влияет То есть, вернее, как Это правило игнорирует Бравер Худ оф Псайкерс И Бравер Худ оф Сорсер То есть Тысячники и Сержа Гитарь Вплоть до 11, по-моему, дорожается И, соответственно, типа Независимо от того Они все равно считаются в плюс Если эти парни кастят И если после них кто-то кастит Кто без этого правила Их касты будут учитаны Так что сначала всеми кастешь Кто у тебя не является В Бравер Худе А потом Бравер Худом Который будет игнорироваться И этот плюс к смайкам И третий Это как целиться в Чарактер Ну, собственно, так у нас В результате и получилось Что Чарактеры друг друга Тупо не перекрывают Все остальное на месте осталось То есть Вы не можете целить Чарактер Если перед вами стоит Даже невидимый юнит Но ближе к вам Который не Чарактер При этом Или Чарактер с больше Чем 10 фунтов Да Он будет вам как-то Отвлекать ваше внимание И вы не сможете видеть Вот перед носом у нас Там абаддона Который подкрадывается Если за стеночкой Стоит какой-то Плагмарин Последний такой Но это сделано для того Чтобы там использовали Типа ты берешь И, например, своей же ринка Прикрываешь лосс Себе на другий ринг Ты типа Чарактер ближайший Но самое важное Что Чарактеры И другу не перекрывают Если у них Не больше 10 фунтов Чтобы не было Тех городских расписок Где Чарактер Чарактер Прикрывает Одной еду Стеночкой И не видно Резервы Вышли как бы В полноценную версию Не бету Но изменились И изменились На самом деле Опять в идиотскую сторону Как по мнению Большинства Раз, два, три Четыре Абзаца Пояснительного текста Почему так А не иначе В общем, как работает Теперь Резерв Теперь юнит Любой отправленный В резерв Выходит Только на второй ход Все Собственно Это главное изменение Мы играли год С лишним Всего лишь С первым ходом Резервы Вернулись к реалиям Прошлых всех По сути Редакций И опять будем Играть второй ход Ну Нет Тут как бы Зря привыкали Короче Ну да Но есть в чем В этом минусы Потому что у нас Получается Выхода Типа Ну типа Выйти на какой момент Игры ты можешь У тебя очень мало Осталось Как бы моментов Первый ход Ты не можешь На четвертый ход Ты уже сгорел Два хода Два хода Как бы То ли надо было Добавить им четвертый ход Возможно Составлять еще в резерве Вот И то ли Хрен его знает что В чем Это как бы Плюс И в чем минус Плюс это в том Что Это нервит Просто некоторые Типа Ну условно Самые сильные Там какие-то места Были Например Игрешный танк Уведенный Абланком Типа Он теперь Хотя бы первый ход Ты знаешь Что он точно Не выйдет Даже в свой резерв Потому что Если кто не знал Могли Ну типа Игрок Зег Мог просто Чтобы свой танк Чтобы его не зафокусили Ласками Но типа Уводят в резерв И на свой же ход В своем же деплое Даже с бета правилами Он выходил И стрелял спокойно Думать не нужно было Например У тебя есть Герои с обмазом На джампаке И ты Автоматически Выходишь в резерв Просто потому что Типа Твой ход начинается И даже Несмотря на то Что ты не можешь Поставить его куда-нибудь туда Например Послать лорда С облитераторами Ты все равно Ставишь его Там Вот эти Халаки Сидят на руинке Ты такой Будет здесь Упал здесь Аж как-то сразу Сразу подменял С примера Ход противника Был первый Он там что-то Пострелял Там Халаков не стал И ты его поставил туда Сейчас такого не будет Придется своих Обмазных героев Сразу держать на столе Ну и Сегодня Некоторые Например Самые такие Жесткие были У Ильдар Там десятка Риперов Уведенных в резерв Которые Все тоже Спокойно Падали в своем диплое И стреляли Так что Вот так Ну и естественно Это бьет По тем Кто раньше был Альфа-страйк Именно Альфа-страйк Сх-шник Потому что Им соответственно Еще дальше Выпадать Скорее всего Потому что У противника Гарантированно Есть еще один ход Чтобы дальше Двинуть свой Скрин Если он есть Или вообще Просто расползстись По столу Поэтому Не Ну в принципе Как бы Я считаю Нормально С первым ходом Все-таки Было дико Здесь Абсолютно Правильно пишут Типа Резервы Это все-таки Резервы Которые К вам приходят Мидгейм А не так Что типа Противник Еще даже Сходить не успел А у вас уже Резервы пришли И фигачат Тебя Вот И плюс Половина По Очкам Должна быть У вас Причем Теперь Это самое Типа Раньше По ПП Конкретно Всегда была Не учитывая Что может быть И по обычным очкам Теперь Типа Вот Как собираешь Половина стоимости Такой И должна быть Да Но все равно Надо понимать Что это все равно Бьет По Как бы Это Не так сильно Бьет По самым сильным Распискам Ну то есть Когда ты говоришь Танк не везет Ну чуть-чуть Надо И противника Проверить Но это Сильнее Сильнее В группу Загонять Каких Я отправлю Термосол Дипстрайк Вперед Ну и Половина Естественно Тоже По количеству Юнитов Тоже Надо Чем Все еще Остается Цена И количество Юнитов Далее У нас Related Это Как бы Из других Кодексов Но Это Все В общий Котел Потому что Изменения Которые Сделались С резервами Повлекли С собой Вот эти Изменения Смотрите Есть Стратегенки У Значит Грейвгарда У Альф Легионов Стиджисов И там Еще Парочка Таких Которые Что делали Раньше Просто До Начала Первого Хода Ставили Юнит В Девяти От Противника Вот Теперь Они Выглядят По Другому Теперь Вы Выбираете Юнит Который Тоже До Начала Первого Хода Может Сходить На Девять Дюймов Но Не Ближе Девяти К Противнику Есть Разница Да Ну Большая Теперь Потому Что У Тебя Получается Во Первых Есть Юниты Прикинь Если Ты играешь Против Нурлингов Которые Диплоятся Просто Вне Своего Диплоя То есть Поставили И ты Уже Просто Не можешь Войти Своего Диплоя В принципе Потому Что Они В Девяти Противника Поставились Скорее Ты Уже Не Можешь Диплоем Между Вашими Диплоями Находится 18 Дюймов То есть Вы Поставили На пике Кого-то Сам Вот Это Только Один Юнит Может Такой Быть Другие Будут В любом Случа Дальше Они Прошли На Девять И Они На Первый Ход Оказывается Только В центре Стола А Раньше Ты Находился Перед Диплоем Противника Легче Отодвигаться От противника На Коротких Сторонах Если Так Ты Еще В упор Ставишь А Здесь Отошел Самый Край И К тебе Физически Не могут Раньше Просто Девяти Встали А Теперь На Девять Прошел Там Еще Пол Стола И На Это Еще Накладывается Минус Что Это Все Работает Только На Инфантери Соответственно По Хорошему Было На Хотя С Нормальным Даже Байкерам Дали Которые Может Было Было Нормально На Девять Продвигались Но Нет Не Могут Нельзя Ни На Что Другое Использовать Это Можно Было Б Например Использовать Как Редеплой Что У себя В Деплой По Тейнк Поставил Ты Хоп Отодвил Танк Что Ни Еще Но Нет Может И Логично Что Конечно Это Дети Как Инфантери Но Потому Что Ну Например Те же Агрессоры Под Рынгвардами Теперь От них Проблемы Нет Потому Что Раньше Они Ставились Перед Тобой И Как Не Встань По 18 Дюймов И Не Доставали Теперь Самые Короткие Сторонах Одна Модель Будет Стоять В 18 Пройдет В 9 От Деплоя Противник С Деплоя Внутрь Спокой Не Залезть Плюс Не Все Будет Доставать Но Геморрой Полнейший Стратегия Мы Стали Явно Хуже Но В свете Именно Изменений По резерву Что На первый Хват Нельзя Все Выкидывать Это Изменения Логичные И Ожидаемые Даже Сказал Если бы Они Этого Не Сделали Было Было Очень Странно Далее Новые Бета Правила Вот Сейчас Мы Утвердили Старые Бета Правила Теперь Новые По По опыту В российском Комьюнити Как я тут В чате Капитанов Значит Функция Рулконсила Российской Комьюнити Спросить Как делать ЕТЦ Сделать Так же Все Типа Сколько-то Человек Сидят Главные Мозги Российской Комьюнити Все Что они Умеют Делать Это Спрашивать Без Обид Чуваки По Опыту Бета Правила Будут Так же Использоваться Одновременно Спокойно То есть Да Считайте Полноценные Правила Значит Первое У нас Наконец-то ГВ Озаботилась Тем Что Если Ты ходишь Вторым То Как Ты Типа У тебя Только Минусы Одни Короче Что-то С этим Нужно Было Делать Они Придумали Стратеген Значит За 2 КП Вы Можете Подготовить Позиции Если Вы Ходите Вторым На Первый Ход То До Начала Хода Вы Получаете Всем До Своим Чувакам Которые Даже Не Стоят В Ковре Плюс Один За Ковер Ну Именно Ковер В смысле Они Будут Считаться Как Ковре Да В Ковре Если Они Стоят Уже В Ковре То Никаких Бонусов И Не Работают На Титанике Только Разве Что Да Титаник Не Работает Прикольно На Сам Дели Прикольно Единственная Она Опять Она Логичнее Уж Тогда Было Быть Но На самом деле Серьезно Это Надо Было Делать Не Считаться В Ковре А Давать Минус Один Тухин Почему Даже По простой Причине Ковер Не Все Использовать Могут То Скажем Есть Демоны Которые Как бы Привет Ковер Ничего Не Делают Типа Мы Вместо Шестого Армора Пятый Охренеть Вот Там Орликины Там У них Тоже Ковер Ничего Не Делает То Им Эта Стратегия Вообще Не Нужна А Есть Армии Которые Бонус Очень Смотрят Таки Нет Как раз Наоборот Против них Ковер Они Тау Тау Или Кистеляно Стоит Такой Доминус Типа Режай Целься Парни Таки Нет Подожди У нас Позиции Подготовлены Огонь И тут Туда С Семёром Коврат 108 Выстрелов Ну Что-то Как-то Да То Хотя Б Главный Плюс Этой Стратегии Не Насколько Она Полезна А То Что Хотя Б ГВ Понимает Что Первый Ход Немножко Раковый Сейчас И Они Пытаются Пофиксить То есть Дать Какой-то Бонус Игроку Реально Прикольно То есть Это Можно Использовать И Это Классно Что Это Первый Шажок Я Надеюсь В Это Направление Что У нас Все-таки Действительно Как Во многих Играх Где Вход Происходит Неодновременно И есть Проблема Всегда Есть Какой-то Бонус Второму Игроку Но Стоялся Наконец-то Спустя 30 Прикинь Напол Кстати Нормально Да Хорошая Традиемка Далее Значит Tactical Restraints Restraints Должен так Стоит Нет Значит Вся Вот Эта КП Ферма Которая Просто У всех Если У тебя Есть Артефакт Или Что Варлот Рейд На Возврат КП Значит У тебя Нет Других Артефактов И Варлот Рейд Что Они Сделали Чтобы Это Более-менее Как-то Пофиксить Теперь Если У тебя Есть Возможность Это Возвращать То Ты Не Можешь Возвращать Более Одного КП Вход Кто Такой Сразу О нет Боже мой Что делать У меня КП Теперь Я потрачу Все А я Представляю Такую Картину Ты Весь Вход Кидаешь 5 Плюс На Возврат КП Ну Хотя Бо Один Сука Чтобы Упал Нет Ну И тот Не могу Получить Жиза Есть Три Исключения В принципе Сейчас Мне Смысл Переключать Просто Это Именно Обилки Персонажей Которые Позволяли Вам Получить Нное Количество КП Например Как Досчитать До 7 У Телемена Это Типа Его Он Не возвращает Он Типа Именно Досчитает Да Суть В том Что Вы Ее Применяете Она Приносит Вам Просто Столько КП Сколько Должна Был Принести И Соответственно Больше Не Приносит В Этот Ход Ну Вы Не Можете Получить Больше КП В Этот Ход То Есть Трак С Бесконечным Количеством КП Которые Никогда Не Потратятся Например Гэшники Которые Могли Не Расход Всех ХП Даже Трач Вообще На Все Но При Этом Смотрится Немножко Забавно Существом Того Что Как Гэв Делала Только Недавно Оно Вело Дополнительные КП За Детачменты Которые Раньше Приносили Меньше Аргументирует Тем Что Мы Сделали В игре Сток Классный Старда Гем А люди Не Всегда Могут Использовать Ну Окей Значит Мы Не Больше КП Что Там Много КП Давай Берем Ферма В результате Не качается Да Но Единственное Стоит Отметь Что Откачка КП Не у всех Была Возможность Заполучить Себе А За Детачменты Все Могли Получать Бонус Так Что Более Менее Нормальное Правило Так Что Норм Может В Гварде Так Будет Другие Артефакты Брать Да Спасибо Теперь Собственно Фак К Рулбуку И Самое Наверное Важное И Мандежное Изменение По Поводу Мувмента В самом Начале То есть Снимая Страница Значит Если У Дата Щита Есть Кейборд Флай То Он Может Передвигаться Игнорируя Другие Модели Только Мув Фазу Да Ну Стоит Давайте Сейчас Неправильно Все подожди Надо Короче Как Подожди Просто Написано В рульбуке Написано Что В Мувмент Фазу Эти модели Игнорируют Террейн И модели Соответственно Другие И все В чем Здесь Прикол В том Что Именно Это Работает Только Мувмент Фазу Соответственно Это Не Работает В Чарж И В ХТХ Фазу Думаю Уже Начинать Понять В чем Проблема Это Может Сразу Жд Отсылку К Дальнейшим Факам У Всех У кого Были Схожие Обилки Они Тоже Так Ж Понерфлены То Это Орликины И Например Райты У Некрон У них Поменялся Вординг И Теперь Они Одинаково Просто Вы Игнорируете Террейн У вас Нет Теперь Как Было В предыдущем Факе Белось То Что Игнор Вертикальности Теперь Игнор Вертикальности Нет У Флая Это Хорошо Ладно Нормально Плюс То Что Да Флай Все Может Проходить Сквозь Стены Летать Через Все Но Резко Прикол В том Что На Терже У вас Все Слезают С Байков Крабатами И еще Что-то Происходит В Рейти Сразу Материизуются И Как бы Опять Странное Нововведение Потому что Оно Однозначно Оно бьет Только По ХТХ Оно не бьет Ни по кому Кроме Как по ХТХ Потому что Не ХТХ Соответственно Не холодно Не жарко Они как раз На Терже И на этом В основном Передвигаются На муветок Соответственно Как бы Получается Зачем Это сделано Не совсем Понятно Ну Как бы Мне кажется Хотя Как Зачем Это сделано Хрен его знает Но Раньше У нас Тоже Джампаки Были Ты выбираешь Когда ты их Используешь Когда летишь Или Когда чаржишь Что-то такое К нам вернулось Теперь ты обязан Летишь В мув фазу А потом Уже пешочком Да Но заметь Это были только Джампаки А теперь все И байки Тоже Тебе топлива не хватает Видимо Чаржить на байке Короче В чем Теперь суть Получается Как-то работает Теперь вы Например Кустовские Джетбайки Которые Многие привыкли Их уже Наверное Видеть Теперь Эти байки Могут Спокойно Мув фазу Пролететь Сквозь стену Потому что Они игнорируют Террейн И просто Пролетел Но В чарж Вы не можете Чаржиться Через стену Ну то есть Скорее не Сесть стену Через Какой-то Скрин Чуваков Не Ну и Это тоже Стена Тоже важно Селестина Теперь Не может Прыгнуть Тебе В зад Там К твоему Командиру И зарезать Его Если Впереди Стоят Какие-то Парни Типа Ааа Девка По-моему Селестина Все еще Может Как раз Селестина Может Прилеписано А у нее Ах или Или нет Не важно Прикол То в том Что Стенами Тоже Важно Потому что Раньше Ты со стеной Бил чаш И как бы Ты в упор Пришел Не собирая Еще и А теперь Стена Для тебя Может Вообще Стать Дикой То есть Скрин Ты не можешь Перекрыть А стена Например Предположим Что Она Очень Длинная Но это Обычная Типа Стенка Но только Учтите Что Обычная Гвшная Стенка Это Еще Обычная Гвшная Руина То У вас Подняться На этаж Это Три Дюйма Дюйм Подняться Вот этот Паребрик Четыре Дюйма Мув По идее Вы где-то Дюйм Должны Потратить Чтобы Вперед Сдвинуться Пять Дюймов Еще Дюйм Спуститься На Паребрик Соответственно Уже Это У вас Становится Шесть Дюймов Или Я правильно Считаю Да Шесть Дюймов И Еще Три Дюймов Вниз Итого Это Девять Дюймов Для Чержа В упор Через Стену И Не забывайте При этом Измерять Руины Бывают Разные Они всегда Не гвшные И всегда По разному Будет Конструкция Ну то есть Даже Просто Обычная Стандартная Гвшная Стена В три Дюйма Это Соответственно Сразу же Он добавляет Семь Шесть Дюймов Для Чержа И Вам Еще Нужно Место Чтобы Встать И Все таки Мне кажется Главное То что Скрын Нельзя перепрыгивать Ну это Да Теперь Более Спокойно Можно Играть А не Ваших Героев Самую Гущу Вставлять Чтобы Не дай бог Какой-нибудь Чувак На джампарке Не запрыгнул Туда Даже Место Будет Если Все равно Извини Братан Ты Пеший Теперь Но В российском Комьюнити Короче Стали По этому Поводу Манги Не очень Нравится Как это Работает Поэтому Сейчас Как бы Давайте Я зачитаю Официальную Позицию Нам Комментарий Сделал Сергей Старок Смотрите Суть В том Что Флай Юнит И по новому Факу Теперь Флай Только Муфазу Что Мы Сейчас Рассказали В остальное Время Ходит Пешком Была Голосовалка На эту Тему Пока Победил Вариант Оставить Как Было Только Убрать Игнор Вертикали Учерджа То есть Людям Не понравилось Что Нельзя Больше Запрыгиваться За Скрины За Стены Но Сейчас Идет Второй Круг Мандижа Потому Что Оказалось Что Проголосовали Не все Капитаны Которые Хотели Так Что Гипотетически Еще Можно Поменяться Кроме Того Это Все Черной Осень Собственно Но Скорее Сего Это Полностью Потому Что Если Мы На Официальные Наши Турниры Главные Сейчас Ориентируемся То И все Остальные Турниры Которые Хоть Как Будут Спорту Принадлежать Будут Скорее Сего Играть По Значит У нас Теперь Обязаны Все Стрелять Всем оружием Какое Есть В отряде Кроме Одноразового Если написано Одноразовое То ты можешь Решить Если ты решил Юнитом Стрелять Давай Стреляй Плюс Прям Специально Конкретно Написали Что нужно Четко Разделить Цели Когда Стреляешь И сначала В одну Отработать Потом В другую Идти Ну Вроде Как Так же Было Не знаю Что Поменялось Можно Ли Пропустить Как вы задали Казалось Что нельзя Вдруг У вашего Оппонента Какие-то Есть Обилки На которые Работают В псифазу Так что Ай-яй-яй Если Значит Ты Должен Смотреть Какое Юнит Сила А у него Место этого Прочерк Что Использовать Написано Что Тахну Место Силы Использовать Не знаю Как Связано Да Если Ты Кидаешь До 3 И можешь Ролить Копейки А вместо До 3 Ты Копейки Или 1.2 Ну Естественно 1.2 Потому что Ты Превращаешь Д3 В Д6 Просто Заменяешь Его Да и Мамкин Математика Ну и Там Всякая Мелочь Типа Если Чарджей Не было Могу я Объявить Heroic Интервеншн Да Можно А Ну Еще Был Отличный Спон Вопрос Дальше Типа Ретард Атак Происходит А могу Я Делать Heroic Интервеншн Свой ход Нет Братан Никаких Героических Постов Подошел К противнику В Дюйм Такой Ну что Будешь Мне тяже Нет Чаржать Не буду Я Heroic Сделаю И Заканчивая Это Значит У нас Может ли Телепорт Хомер Скорить Точку Нет Не может Вот так И у нас Специальный Листочек Где мы Выписали Главные Вещи Которые Произошли В других Всяких Книжках Типа Кодекс Смотрите Astro Militar Пере Изменили Короче Текст Их Щитов Теперь Они Добавляют Плюс Два К Сейву Только Обычным Сейвам Инвули Никак Этим Не Изменяется То есть 2 плюс Плюс Инвуль На Огане Бодигарде Забудьте Пачинка Астратигенка Пачинка Как это там Что-то Ре Какой Не Не важно Не важно Короче Она Вне Фазы Благораковая И можно Чинить Чинить Сколько Хочешь Теперь Написали Один раз Вход Конкретно Можно Сами Свою И прописали Что Тейкавер То есть Как бы В укрытие Залезть Пехота Только Можешь Делать Танк Все-таки Тейкавер Не делает Как я Еще говорю В нейтамский Слэшбрэк Мне казалось Так и было Но Минхайл Флэшбрэк Возможно Я убеждался Противникам Что они Не могут Таким На танк Демагог Чертов Так Тау Им Прописали Вопрос Был Что Является Атакой В отношении Вундов Которые Вы Перекидываете На дронов Это Написали Рэнджит И Милли Атаки То есть Танк Колдунство Уже Нельзя Перехватывать Короче В основном Это Относительно Морталок Соответственно Приходящие Морталки От разных Сточников По сути Никогда Нельзя Не будет Перекидывать Но При этом Если Сделяют Вас И Там Морталки Появляются То Это Рэнджит Атака Считается Ну А может ли Это Считать За Две Атаки Вот Это Стоит Прописать Например Морталка Оружие Заносит Морталку В Дополнение К Дамагу Ты Кидаешь Типа Кидает Соответственно 2 плюс Дрон И Получает Морталку За Морталку И За Дамаг Морталку Или Одну Морталку В общем Или Морталку Вообще Нельзя Скинуть Ничего Поняли Зададим Вопрос ГВ Бигфак Следующей весны Спейсмарины Спросили А можно ли Черуба Которую на перезарядку Потратили Апотекарем Вылечить Достать его От Здесь же его в ракетницу Прозаренили Выставили Эти мелким Моргом Можно его полечить Нет Нет У Бладов Их стратегем Оппон Винкс оф файр Впратили В стоимость 2 КП Перестановка Юнита Джампаком Да Дороже Теперь Значит Уникрон В райты Тоже Теперь Не флай Юнит Ну хотя бы Чаржат После фуллбека Хотя бы Да Но Не могут Игнорировать Модель на тюрьме И монолит С косой Высаживают Как обычные Транспорты В 3 дюймах Но в дюйме От Противника И муаться Можно Да Найты Три Стратегемы Стали дороже 3 КП Стоят Самые Такие Классные Самое главное По мне Самые Чаши Используются Поднять Найта На 4 Плюс И Стрельнуть Ракеты В невыцелевую Цель По ракетам Написали Что Сколько у вас Ракет Не было Все равно Можно Одно Одноразовый Вход И У Ренегат Найтов Особо Уточнение Что Они Могут Призывать Демонов Ну Если Сделал Чарльтер Все Подходит Так Далее Друхари Агенты Векта 4 КП Ну Поняли Что тут не так И решили дороже Сделать И В догонку К этому Агенты Векта Это Стратегема Кабала Черного Сердца И Они Еще В догонку КГВ Добавили То Что Использовать Стратегему Кабала Черного Сердца Вы можете Только В той Ситуации Когда У вас Есть Детачмент Что И так Должно Быть Но При Этом У вас Юнит Из этого Детачмент Хотя Один Должен На Истерики Сказал Мне Отобрали Второй Инвуль Что Делать Но Опять Я Не считаю Что Это Такая Сильная Большая Проблема Потому Что Как Единственный Способ Был Получить Второй Инвуль За Вроде Бы Второй Поэтому Получалось Но Эта Стратагема Запрещает Вам Реролить Соответственно Броски Вообще Ну Любые Броски На Сейф Да При Этом У Демонов Соответственно У Этого Птица Могло Быть Аж Три Реролла При Этом Куба Потому Что Это Реролл За Каст Демонский Реролл За Командный Реролл И Реролл За Сам Артефакт Единственное Кажется Если Завали Кинули Кол То Сдохли Ну Ладно С кем Не Бывает Вот И Вообще Если Смотреть Статистическую Вероятность То Если У вас Должно Прийти Небольшое Количество Сейвов Ну Хотя Б Не Космический Какой То Смотрите Вы Кидаете 2 Плюс 3 Плюс 2 Плюс Плюс Хуже Валится Но Не Сильно Лучше Чем 3 Плюс Плюс Но При Этом 2 Плюс Плюса Вы Только Завалили И Ничего С этим Сделать Не Можете 3 Плюс Плюс Вы Могли Преролить Трижды И Соответственно Шанс Прокинуть 2 Плюс Плюс Это 1 К 6 Точнее Провалить Шанс Прокинуть 3 Плюс Плюс С Реролом Это 1 К 9 То Если Типа 3 Сейва У вас Приходит То Все Равно 3 Инвуль Будет Лучше Притом Что Вы Тратите 1 Получается Только КП На Этот Рерол А Там Вы Тратите КП На Поднять Себе Инвуль Так Что Не Думаю Что Страшно Стало Лачу Что Укакивается Ничего Не Можете Делать Во-вторых Всем Остальным На это Пофиг Потому Что Юниты На которые Вы Могли Кидать Рыбы Мухи Что Что Угодно Все На них Как Работ Так Работает Ну И В Остальном Мелкие Изменения В Кодексах Которые Мы Решили Не Упоминать Если Вы Играете Вы Собственно С вами Изучите Этот Вопрос А Для Остальных Это Будет Не Так Важно В Целом Вот Так Привыкайте К Новым Правил К Новым Реалиям Ближайшие Значит Соответственно У нас Будет Чафтер Апрофт И Бигфак Весной Вот Как-то Так Да По Большим Изменениям